В октябре этого года клуб «Грани» стал официально зарегистрированной общественной организацией молодых инвалидов и их родителей. Мы уже не раз рассказывали о публичных мероприятиях с участием этих ребят, но не менее интересной оказалась жизнь клуба изнутри. Вот когда смотришь на кристалл, луч света падает на него, то есть ты видишь, что каждый раз с какой-то новой стороны, новые грани начинают в нем играть. И так же и наши ребята. Когда ты берешь их в руки, начинаешь с ними заниматься, они начинают как-то проявляться и каждый день проявляются с совершенно разных сторон, и каждый день что-то новое ты открываешь для себя в них. В клубе «Грани» 24 семьи. Почти всем ребятам больше 18 лет. Подумать только, с каким азартом совершеннолетия ждут обычные подростки и каким испытанием это становится для девушек и юношей с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из них уже закончили обучение на дому или коррекционные школы и оказались в четырех стенах своей квартиры, совершенно не готовые к жизни. У детей клуба «Грани» и у их родителей учишься жить, и оптимизму в том числе, потому что ты понимаешь, что твои проблемы, которые вдруг тебя настигают в какой-то момент жизни, это ничто по сравнению с тем преодолением, с которым им приходится жить в этом мире. Все ребята очень разные. Каждая индивидуальность, каждая та неповторимая грань большого кристалла. Аутизм, синдром Дауна, ДЦП, отклонение в развитии. Работать по единому плану все вместе невозможно. Недуги очень серьезные. Тем не менее, элементарные навыки самообслуживания приобрести должен каждый. Один день они учатся готовить, другой занимаются творчеством, а третий шьют. Кто-то действительно к концу года может научиться шить сумку, кто-то научится вдевать нитку в иголку и делать наметочные швы, и это будет просто прогресс. Кто-то вообще в принципе сядет за стол и просто будет наблюдать за работой ребят. Это тоже своего рода прогресс, да, вот, то есть все разные, соответственно, цели у всех разные. Цели и возможности у всех разные. Как и прогресс от посещения клуба у каждого свой. Перемены в своей дочери Наталья Лебедева заметила почти сразу. Благотворно повлияли спектакли и Машины роли в них. Она как бы проживает, если она там диалог читает, она старается характер уже выразить. Ну, вообще, это чудеса, это вот в ее случае. Потому что это реально, знаете, я об этом уже говорила, когда ее просили читать. Вот, ну, любой текст. Вот это, знаете, вот, когда у людей поражение мозга, да, вот это мычание такое вот. Вот, все это реально было. Сейчас этого вообще нет. Почти каждая мама здесь не имеет официального трудоустройства. Вся занятость заключается в сопровождении ребенка и уходе за ним. На контроле каждый шаг. До сих пор я ее не могу отпустить. До сих пор. То есть, это моя проблема, наверное. Но я ее до сих пор не могу отпустить. Я не знаю, когда это произойдет. То есть, ведь все равно каждую ситуацию я контролирую. Заходим в транспорт, а все равно, да, у меня все под контролем. Понятно, что говоря о социальной адаптации, ребенка просто необходимо отпускать в общество. Вопрос, насколько далеко и когда каждая мама внутри себя на это отважится. Когда наш ребенок с ограниченными возможностями встречается вот с каким-то таким недобрым человеком, да, что из этого вообще может? Ну, то есть, страшно становится. Алена готовит свои первые в жизни бутерброды. Что нужно взять, как держать нож, какой толщины должен быть хлеб. Все это начинающему кулинару непонятно. Как и для всех ребят здесь. К счастью, мечта Алены не о кухне и теплых домашних пирогах, а о большой сцене. Когда зрители мне хлопают, я люблю. Мне тоже нравится. Я не люблю, я не хочу. Ты кем хочешь стать будущим? Ты любишь танцевать, когда тебе зрители хлопают. В будущем? От кредитий хочу стать. Я сейчас играю в «Снежной королеве» и «Разбойницу». И там есть Игорь с Лешей, «Разбойники». Что тебе надо делать, пароль? Пароль мне надо делать? Шугать разбойников. Нет, гнать их. Маша в клубе самая юная. Ей 13 лет. Заменита девочка своим артистизмом и прекрасным голосом. Большинство сольных партий достается именно Маше. Я золотой голос. Ну, а ты сама так не думаешь? А дома поешь? Дома поешь. Поешь? Да. Всех-всех люблю. Крестину и Боярского, и Милявскую, и Герман. Сережа – один из самых общительных участников клуба. В свободное время он много сидит в соцсетях, увлекается русским роком. Сережу больше остальных ребят адаптирован к жизни. По городу он передвигается самостоятельно. Грани для него значат очень много, как и их руководитель – Анна Алексеевна. Для Сережи она и педагог, и хороший друг. Анна Алексеевна. Ну, она для меня, значит, многое. Она в трудные моменты помочь может сказать, как лучше поступить. То есть, ну, иногда строгая бывает, иногда не строгая. Но Анна Алексеевна – это человек, которого я люблю и уважаю как руководитель. А вообще они здесь уже давно – одна большая семья, готовая принимать новых ребят, таких же, как они, с особенными потребностями и безграничными возможностями. Ну, это друзья все. Все друзья, все стараемся общаться. Ведь мне кажется, что со второй группой, ну, что с группой инвалидности жизнь дальше не рушится. Жизнь продолжается, надо жить. Ну, просто судьба такая. А песня какую-то? Прямо наизусть твоя любимая? Ну, вот песенка про меня у Пугачевой. Так же, как все, как все, как все. Я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, как все, счастья себе прошу. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.